Продавать объекты Державной Нерухомости за символичную цену, одну базовую величину, в Беларуси почти в 2007-м. За минулый год новых уладальников на Олгомишине значили больше 1150 будинков. Правда, на аукционах некоторые из них выставлялись по некольких разов, бо у Танна Набытая необходимо по-перше укласти значные сродки, а по-друге – выконать широк обоязковых умов на ксад захования профилю объекта. Некто это разумеет, некто сподзеется на знакомитые авось. Сегодня законодательство благоприятно относится к покупателю, предоставляет ему такую маленькую стоимость недвижимости, при этом предусматривает все-таки ответственность. Первое – это обязательные условия осуществления предпринимательской деятельности, и второе – это штрафные санкции, и достаточно высокие. Будинок Белой гостиницы в Будо-Кошалеве продали за 15 миллионов рублей за умов и захования его профилю, чтобы выконать все необходимые работы и его новые владельники уклали сумму, которая в 200 разу превышает аукционную цену. Причем, как не застаться со стратами, частку площадку пришлось сдать в аренду гандлевым предприемством. Финансовые вложения, без этого никак. Были определенные сбережения, определенные сбережения, и прежде всего начали с центрального входа улицы Ленина. Вот сейчас немножечко перешли во дворы, значит, вот в данный момент немножко комфорт-классы привели в соответствие. Другое крыло мы планируем под хостелы. Фактов выконания своих обязательств на Гомничный шмат, хоть и недобросумленных покупников, по культам самокопая, не вспоминяя навыд той факт, что в вынеку скасования договоров необходимо выплатить весьма значные сродки, которые могут достигать десятку миллионов рублей. За весь минулый и четыре месяца этого года на Гомничный скасовано 85 договоров купли-продажу. В выгляде штрафных санкций в бюджет поступило свыше 620 миллионов рублей, и больше половы этой суммы заплатил Жихар Светлогорска, який набыл, а не так и не выкарствовал по призначении в учебно-вытворчий комбинат. Былый дом культуры у вёсты Глазовка, будто Кошалёвского района, мог бы стать местовой славутостью. Побудованный в 1953 году, он вызначается своей архитектурой, а ли сегодня он больше вядомый, как объект, який уже в другой раз будет выставлен на аукцион. Попередний владельник умовы договору не выканал, в вынеку чого развитаусся с майомостью и заплатил штраф. У вугуле специалисты фонда Гомель Абалмайомысь мониторинг эффективности выкарствования объекта вядуть постоянно и кажуть, что зараз тут створено уже около 1500 працовных мест, а прочатаго шерох будынков перебсталеваны у жильём. Нават золиком сумм, яке необходимо укласти у реконструкцию таких объектов, а матру сельского життя яшэ хапая. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телеради компания Гомель.